Рождество Христово – это праздник, который дал нам самое главное, дал нам радость и счастье, потому что в мир пришел сам Бог, который спасет людей своих от грехов их. В эту светлую, тихую и благословенную ночь на рождественское богослужение в храме Рождества Христово собралось много прихожан, чтобы прославить пришедшего в мир Христа, помолиться о мире, о близких и родных, и особенно о тех, кто сейчас защищает родное Отечество. Было много причастников. Православные христиане ждали и готовились к этой праздничной встрече с Господом. Сияющий рождественский вертеп, мерцающие огоньки украшенных елок, изумленные глаза детей, чудесный переливчатый колокольный звон и радостные, взволнованные в ожидании чудо-люди. Так православные христиане, влекуя и радуясь, встретили великий праздник Рождества Христова. Христос родился! Христос родился! Утром состоялся традиционный крестный ход вслед рождественской звезды. Священнослужители, казаки и прихожане рождественского храма прошли от того самого места, где раньше находился наш храм, и проследовал к пещере Вифлеем, на территории храма Рождества Христова, чтобы прославить там родившегося Бога-младенца. Христос родился! Славься Богу на всю землю! Волхвы несли дары, золото, ладан и смирну. Вместе с ними к пещере направились пастухи, а также Христославы. На протяжении всего пути, прославляя родившегося Христа, исполнялись тропа рекондак праздника, величания и народные калятки. Крестный ход проследовал до вертепа. Волхвы поклонились родившемуся младенцу Христу. К вертепу, куда особенно много приходили в этот день детей и взрослых, можно было увидеть живую картину, когда козочки и барашки, ослица-звездочка и верблюд тоже пришли к пещере Вифлеема, чтобы разделить радость торжества. На территории храма был показан детский концерт для всех прихожан и гостей, а также сценка истории Рождества Христова в кукольном театре. На казачьем хуторке работала ярмарка мастеров-ремесленников, а все желающие детишки смогли прокатиться на уже полюбившемся синим тракторе. Завершился праздник выступлением мужского хора, который спел праздничные песнопения. Рождество — это праздник души, который призывает нас к тому, чтобы мы откликнулись на Божью любовь ответной любовью и своей благодарностью, чтобы выбрали свет и шли к этому свету Божьей любви, чтобы мы научились радоваться, а не унывать, благодарить, а не осуждать, быть в мире, а не во вражде. Дай Бог, чтобы наше сердце было живо для любви Христовой и чтобы мы с благодарностью ко Господу прожили во Христе наступивший год от Рождества до Рождества Христова.